приветствую вас друзья коллеги по хобби хочу представить вашему вниманию в данном видео обзор на немецкий аэрограф herder and stem back серии ультра сразу что приятно видим инструкцию и в ней есть русский язык то есть перед тем как его начать использовать можно ознакомиться с инструкцией прочитать если вы первый раз держите аэрограф в руках посмотреть как его использовать после покраски как его правильно чистить также можно узнать диагностику и устранение неисправностей какие-либо возникнут в работе аэрограф находится в коробке из пластика закрывается на две защелки внутри видим аэрограф каждый аэрограф имеет свой индивидуальный номер надпись на английском modern germany название аэрографа бачок съемный крепление бачка не резьбовое просто вставили плотно прижали и все и более крупный бачок на 7 миллилитров маленький 2 миллилитра большой 7 миллилитров ну и аэрограф покупался в комплектации с дополнительной иглой и соплом на 0 4 миллиметра а сам аэрограф укомплектован иглой и соплом 0 2 миллиметра до этого я пользовался китайскими аэрографами потом пользовался аэрографом инкет и вот решил поменять аэрограф и приобрел хс выбор пал на серию ультра так как она принципе доступная по бюджету ну посмотрим как себя аэрограф покажет в работе сейчас проведем небольшой тест тест я буду проводить не на листиках бумаги а на данной модели заодно посмотрим как этот аэрограф в работе ну что друзья начнем использовать аэрограф посмотрим как он наносит краску соплом 0 2 на большие участки большую площадь довольно неплохо закрывает краска глянцевая может немного публиковать на свете немного непривычно что в аэрографе нету регулятора хода иглы приходится подачу воздуха регулировать нажатием что мне уже понравилось довольно легко нажимается курок мягенько и неплохое распыление заодно проверим аэрограф покрасим модель низ покрасили как видим распыление довольно неплохое у сопла 02 а сейчас попробуем делать тонкие линии низping 야지 короче заbased с с reminded за х вот Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Краску можно наносить без масок. Довольно ровная подача краски. Но без регулятора надо, конечно, немного привыкнуть. Но ничего трудного в этом не вижу. Прешейдинг мне не нужен. Этот камуфляж будет трёхцветный на модели. Непосредственно чёрную краску наношу, где у меня предположительно будет чёрный цвет камуфляжа. Поэтому я пришейдинг и не делаю на модели. Очень чётко аэрограф наносит линии. Распыляет именно в нужные места. Вот хочу сказать, очень понравилась форма бачка. Краска, как видите, крышкой аэрограф не укомплектован. И стенки не прямолинейные. И поэтому, чтобы разлить краску с бачка, надо ещё постараться. И благодаря этому можно аэрограф, направление аэрографа менять. Расход краски очень понравился. Например, аэрографа джаз намного быстрее. Краска заканчивается. И при этом получается большой расход. Можно более толстые линии рисовать. То есть, начать можно с тонких и толщать до такой толщины, как вам необходимо. Приятный вес аэрографа. Рука не устает. Ровно и хорошо ложится краска. Друзья, что хочу сказать. Аэрограф мне в работе понравился. Довольно хорошо наносит и тонкие линии. И даже соплом 0,2 неплохо распыляет по большим поверхностям. Как видите, аэрограф немножко запачкал. И сейчас я покажу, как я чищу аэрограф. И посмотрим на внутренности данного аэрографа. Можно чистку аэрографа проводить специальным средством. Например, фирма «Томия» предлагает средство «Аэрбраш Клинер». Но хочу сразу предупредить. Средство очень вонючее, токсичное. Этим средством можно разводить даже шпаклевку. Очень хорошо растворяет, разводит. И поэтому не всем данное средство может подходить по здоровью. Также аэрограф можно чистить и родным растворителем. Растворителем как «Мистер Хобби», так и растворителем «Итомия». Но это может быть очень накладно. И я для чистки аэрографов после акриловой краски использую средства спиртосодержащие. Можно здесь прочитать состав. Спирт этиловый 72%. Ну и хлоргексидин это больше как раствор для наружного применения антисептический. Но довольно неплохо чистит акриловую краску и убирает ее с моделей. Прежде всего после покраски или если во время работы приходится менять несколько цветов, я заливаю полный бачок и на максимальной вытянутой игле выдуваю данное средство. Вообще мне нравятся краски «Томия» и «Мистер Хобби». Тем, что когда я меняю цвета в аэрографе, аэрограф не надо полностью разбирать и полностью мыть. Стоит один раз прогнать спиртосодержащие средства через аэрограф и можно без проблем менять краску, цвет. Если несколько раз прогнать это средство, можно использовать медицинский шприц для более удобной заливки в бачок. И буквально несколько раз прогнать через аэрограф данное средство и протерев салфеткой, аэрограф становится очень чистым. Удобно, когда съемный бачок. Без проблем краска удаляется. Бачок легко протирается. Я использую для чистки бумажные салфетки. Ну и все же рекомендуется разбирать аэрографы, чтобы была чистка более основательная. И чем мне еще данный аэрограф понравился, тем, что здесь тефлоновые прокладки. Они не боятся тактичных растворителей. И чем хорошо конусообразное сопло, тем, что иглу можно вытаскивать, подав ее вперед. На резьбовых соплах данную манипуляцию сделать довольно проблематично. Так как специальным ключиком приходится раскручивать сопло, и при этом можно повредить резьбу, если сделаешь что-то неосторожно. А чем хорошо вытаскивать иглу вперед? Тем, что краска, которая оставалась здесь и на игле, она не идет внутрь. Так как внутри стоит тефлоновая прокладка, уплотнитель иглы. И туда краска внутрь не попадает. Также смачиваю средством салфетку и протираю иглу. Отдельно можно сказать про иглы данного аэрографа. Очень хорошая сталь. Твердая. И данную иглу по неопытности надо еще постараться, чтобы согнуть. Конечно, если приложить усилие, она согнется, но материал, сталь очень хорошая. Игла отполирована довольно неплохо. Для чистки аэрографа можно использовать ёршики, специальные иглы. Но это уже я делаю при капитальных чистках. Капитальную чистку я провожу где-то после того, как покрашу 3-4 модели. Тогда я разбираю аэрограф полностью и хочу посоветовать данные инструменты. Это своеобразные ключики раскручивать. Внутренности, чтобы достать средний уплотнитель. Если у вас закорила краска в игле, есть специальная игла для чистки сопла внутри. Если у вас сопло забилось и там высохла краска, то эта игла при помощи растворителя очень хорошо очищает сопло внутри. И хочу порекомендовать также ёршики для чистки каналов аэрографа. Но полную чистку аэрографа я провожу, как я еще раз сказал, где-то после 3-4 моделей. Вот за это я и люблю краску Мистер Хобби и краску Томея. Что она очень хорошо вымывается с аэрографа. Очень хорошо очищается. И при этом не надо полностью разбирать аэрограф и его каждый раз чистить. Не знаю, как другим. Вот красками, которые воду содержащие, растворяются водой, мне красить ими не понравилось. Так как постоянно приходится чистить иглу, постоянно приходится чистить аэрограф. Видите, без проблем все собирается. Без проблем все закручивается. Сейчас я соберу, еще раз в бачок залью средство, еще раз его прочищу и аэрограф будет чистый и готов к последующей работе. Ну вот, друзья, хочу подвести итог. Аэрографом я доволен. Очень просто чистится, очень просто разбирается. Никаких сложностей. Тефлоновые прокладки очень радуют в данном аэрографе. Съемный бачок мне тоже понравилось, как чистить. Таким можно ставить, если надо, более большая емкость под краску. В целом, хорошая вещь, хорошо красит. Больше сказать нечего, друзья. На этом буду заканчивать данное видео. Всех благ вам и вашим близким. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.